Хочешь первым получать уведомления о моих новых видео? Тогда подпишись. Проверь, что подписка оформлена. Сохрани. Проверь, что колокольчик горит двойным. И все. Вуаля. Ты подписан и будешь получать новые уведомления. Огромное спасибо тебе за это. Приятного просмотра видео. Всем привет, кто пришел на мой канал и моим подписчикам. Сегодня такой колхоз стайл. Мой стол занят, поэтому извините, снимаю вам на кухонном. Получил сегодня кучу посылок из Китая. Это у нас посылки для себя, для семейного пользования. Здесь у нас костюм для дочери. Здесь мои щупы для того, чтобы прицепить на маленькие контакты. Очень удобно. Здесь попросили знакомые заказать прибор для измерения артериального давления. Он все делает. Классная штука. И стоит, кстати, недорого. Медицинская фабрика нашел. Почитал отзывы. Там есть с Украины люди покупали. Отзывы обалденные. И в два раза дешевле, нежели у нас в Украине. И здесь у нас рюкзак зайчик с пайеток. Очень сейчас модный для девчонок. Так что, ребята, мотайте на ус. Зовите своих жен. Будем смотреть вместе наше видео. Ну и погнали. Давайте первую откроем посылочку. Это с нашим рюкзачком. Дочечка прыгает. Хочет свой рюкзачок получить. Если это он. Он. Смотрите, что нам подарили. Нам подарили резинку. Это бонус. Шучу. Так. Мелочи, а приятно, как я всегда говорю. Недорого пива, а дорого дива. Так. И вот наш рюкзачок. Ага. В таком, интересно, флизелиновом мешочке. Ух ты, интересный какой. Смотрите, ребята. Это сейчас модная тема. Пайетки перевертыша. Смотрите, золотые молнии. Бомбес. Так. А где же наши ушки? Вот наши ушки. Вот так будет выглядеть наш рюкзачок. Рюкзачок в виде зайчика. Но что-то он в этот раз пришел, по-моему, меньше. Да? В тот раз мы заказывали больше у нас был рюкзак. А цена такая же. Ну, значит, папа, как обычно, недоглядел размеры. Так. Вот так они сделаны. Молнии. Раз. Здесь у нас два кармана. Один маленький. Есть для бутылочки. Сзади вот такой кожзан. Ручка для ношения. Лямки. У нас стоят вот такие вот регуляторы металлические золотые. Все можно сделать по размеру. Дальше открываем сундучок. А в сундучке миллион долларов США. Нет? Нет. Так. Внутренний карман есть у нас. Отлично. Что у нас в кармане? Ничего. Ну, моя лапка залазит. Вот такой карман. Все. Отлично. Ребенок доволен. Ты доволен, ребенок? Да. Покажи, как делаются перевертыши. Потому что я не знаю, кто и твой рюкзак. Видите, ребята, как делаются? Сперва он такого цвета, потом такого цвета. Тут не меняется. А, нет, меняется. Меняется, меняется. Я смотрел, что вроде меняется. Получается, нижняя часть у него серебряная. И вот так оно переливается всеми цветами радуги, электрик, сиреневый, темно-сиреневый, бирюзовый. Смотрите, какие красивые тона. Так что, если хотите, чтобы ваша принцесса была довольна, можете смело, ссылка в описании к видео, переходить и покупать у продавца. Ну, вот как-то так. Пожалуйста, примите, распишитесь. Не забудьте вашу подарочную резинку. Так, давайте, наверное, вторую посылку я открою все-таки свою. Она у меня очень большая сегодня по сравнению с этой, да? Значит так. Это у нас пришли щупы. Сегодня мне курьер принес. Позвонил. Не могу понять, правда, почему нельзя сразу собрать все мои посылки. А надо их развозить по всем пунктам по городу. Это, конечно, жесть. Так, вот такие щупы. Ну, не знаю, сколько их штук должно быть. Давайте посчитаем. Раз. И прямо в глаз. Так. Два. Четыре. Шесть. Восемь. Десять щупов. Это щупы для того, чтобы подключать к телефону. Как раз я взял с собой телефон один. Вот, например, мне надо запитаться. Потому что моими крокодилами очень тяжело. А здесь очень удобно. Раз. И... Так, надо еще научиться ими крокодильничать. Ну, как-то вот так. То ли руки кривые, то ли я что с ней догоняю. Не прыгай. Я сам не пойму, как это делать. Короче, для вот этого разберусь, а потом как это делать. Так, это щупы. Так, ну и давайте смотреть. Это еще подарок для дочери. Так. Надо как-то еще аккуратно открыть, чтобы не порезать. А то я раз посылочку порезал. Поэтому после этого уже есть какой-то опыт. Так, что у нас здесь. Молодец. Ага. Молодец китаец. Он не утруждался, а просто отправил два костюма в одной посылке. Да, это, конечно, жесть. Я жду... Дал два разных трек-номера. Я сижу, жду посылки. Они прилетели в одном. Это, конечно, жесть жестянка. Ну, это фабрика. Делает вещи классные. Отзывы у них бомбические. Так. Размер 160 нам дали. А что мы такой большой взяли? Ну, не знаю. Сейчас будут смотреть, если что, открывать спор. Потому что 160 будет очень большой. Да, это иногда китайцы любят делать. Дать больше, чем оно есть. Ну, давайте сейчас будем смотреть. Здесь у нас юбка сделана в виде... Как, вроде как, вот рубашку. Знаете, когда вы сзади холодно, раз и обернули. Это сделано в такой форме. Юбка в виде рубашки. Сделана из хэбэшной ткани. Такая клетка очень приятная. Но пояса сразу надо будет пришивать. Вот они сделаны в виде шорт. Видите? А сзади, вроде вы на себя повязали рубашку. И впереди она вот так, вроде рукава завязывает. А смотрится, конечно, красиво. Если кому будет интересно, пишите. Я на электронку скину вам фотки. Вот такая вот. Так, и футболочка. Впереди написано смайлик. Нарисован. Какая-то такая полумеховая штучка. Ткань хэбэ. Швы. Сейчас посмотрим. Смотрите, ребята, аккуратные. Это я говорю для женщин. Так что зовите жен, пусть посмотрят видео. Сразу поставьте пальчики. И напишите коммент. Ссылочки на продавцов всегда у меня внизу в описании. Качество футболки бомба. Отлично. Но, по-моему, сильно огромное. Не кажется тебе, что это очень огромное? Слух говорить я не слышу. Понятно. Ладно. Вот такой у нас первый комплект. Убираем. И переходим ко второму комплекту. Второй комплект у нас. Тоже 160. Если сейчас показать, что у нас одевается, сразу примерка вещей. Это, конечно, жесть. Так. И второй у нас вот такой вот трикотажный тоненький костюмчик. Смотрите. Вот такие вот леггинсы. Запаха нету. Внизу они тут на такой присборочке интересной. Сзади на кармане принт. Карманы сделаны из цветного трикотажа горох. Вот такие вот буковки. И прикольная футболка. Смотрите, ребята. Вот с такой лисичкой-сестричкой. Тут у нас хэ-бэшка. Поплиновая такая тонкая. И, 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 и тонкий трикотаж. Я думаю, на лето вообще жарко не будет. Можешь перед зеркалом пойти померить. Так. Ну, вот как-то так. Вот такой костюм. Прикольный. Наверное, фотос я вам потом заряжу. Покажу, как оно выглядит. Ну, и на закуску сегодня у нас будет на обзоре. Это аппарат для измерения давления. Он приходит прямо в такой фирменной коробке. Это фабрика медицинского оборудования. Отзывы у нее очень хорошие. Я даже не ожидал. Я думал, знаете, как китайцы обычно положили в какой-то пакетик. А посмотрел на отзывах. У ребят они приходят прямо в коробках. Почему я и заказал. 15 долларов не сильно так и большие деньги. Сейчас как раз на него скидки. Можете купить еще 3 дня. Они по 13 долларов. Так что сможете купить успеть. Если вам надо мамам, бабушкам или кому-то. Можете предбеты купить по-русски. И не переплачивать ни в Украине, ни в России, где бы вы не жили. Деньги никогда не бывают лишними. Если вы это знаете. Так. Это не вот эти дешевые браслеты, которые от фонаря меряют пульс у воздуха. Потому что первые браслеты я еще получал нормально. А сейчас ребята пишут, что браслеты меряют пульс у воздуха. Смотрите, как аккуратно все упаковано. Upper Arm Blood Presure Monitor. Короче. Надо 4 пальчиковые батарейки или блок питания. Обычно я взял. Это сюда подходит микро-USB. Поэтому очень удобно. Если у вас есть обычный телефон, попробуем им. Так, LCD можно подключить. Это ритмы сердца. И вот нарисовано, как мерить артериальное давление. Садитесь ровно. Рука на уровне стола. Плечевая манжета одевается. Фиксируется. И меряем. Ну, давайте смотреть, что у нас. Ага. Очень даже все аккуратно упаковано. Смотрите. Манжета. Я взял самый большой размер, так как у меня большая рука. Тут идет даже кабель. Ух ты. Я не ожидал, если честно. Идет инструкция. Ну, инструкция, конечно, не будет на русском языке. Англоязычная. Ну, сейчас существуют переводчики. Фотографируйте и вам тут же переводят. Поэтому сложностей никаких. Ставил адаптер. Включил. Все нормально. Так. Давайте самому прибору перейдем. Я думал, прибор будет побольше. Сделан, смотрите, в таком плащевом мешке. Это бомба. На дисплее, смотрите, ребята, идет транспортировочная пленка. Но я не буду ее снимать. Так. Это кнопка питания, насколько я понимаю. Вот у нас это вход под манжету. Это звуковое сопровождение я брал, чтобы он пикал. Это у нас блок питания. Давайте попробуем. Подсоединим. Раз, два, три. Елочка. Гори, дай бог не сгори. Все включилось. Отлично. Вы поняли, да? И сейчас начнем, начал бы умереть давление. Тут идет кабель, но я взял свой с телефона. Он у меня длиннючий на два метра. Так, и вот такая вот манжета. Да, манжета, конечно, если честно говоря, детская. В каком смысле? Сама ширина манжеты. У меня японский Амрон, который мне дарили. Но решил постоянно тягать туда-сюда его. Очень неудобно. Поэтому, думаю, один оставлю тут, второй на работе. Ну да, на мою лапеньку налезет. Хорошая манжета. Смотрите, в каком. Смотрите, какая ширина липучки. О, и держит. Просто на Амроновском она вот настолько шире. Ну, посмотрю, как оно в действии будет. Вот она, эта штука. Качество резины, кстати, на высоте. Идет пломба гарантии, что его не вскрывали. Так. И потом включаю. Сейчас, наверное, я попрошу помощницу, чтобы она у меня одела манжету. И онлайн померяем с вами давление. Так, ну что, одел я манжету с помощью помощницы. Ну, давайте пробуем, что она запоёт. И начинает качать. Ну, качает хорошо. Да, манжета, конечно, узковатая. Так, мы видим, слева шкала. Конечно, нельзя разговаривать при измерении давления. Но пробуем. Что-то ему не понравилось. Не понял, куда он паунул. Так. Продолжение следует... 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 Субтитры сделал DimaTorzok Продолжение следует...